А помни, что, конечно, я всё помню Мы снова соберёмся, лет этак через двадцать-двадцать пять Всех глазом погрустим и посмеёмся И эту песню будем петь опять О том, как в сочинении писали Что мир спасут любовь и красота Последнего звонка, как чудо, ждали Чтоб, наконец, начать все с чистого листа И поскори карету нам, карету Не ждёт от нас свершений и побед Но мы клянёмся помнить песню эту И нашу дружбу не забудем, нет Но мы клянёмся помнить песню эту И нашу дружбу не забудем, нет Вау! Молодцы! Да, классную песню Серёга Гурьянов сочинил, да? Как кстати, почему у Гурьянов отсутствует, а? Да Где Серёга? Его не будет Настя, я не знаю Я последний раз Серёжу видела на проводах в армия Серьёзно? Да ну! А мы думали, что вы поженитесь Да вот Так мы не замужем Нет Так, десятый Б, внимание Строимся парами и идём в столовую! Молодец! Да, Женечка Мамуль, я у Олега сегодня останусь А утром за тобой заеду Я надеюсь, ты не забыла? По поводу салона? Ну да А что за голос такой невесёлый? И музыки не слышно Так праздник ещё не начался, Жень Ну ты там оторвись по полной Обещаю Целую тебя Привет Я думал, ты не придёшь Ну нет Так же я могу пропустить такое событие Отлично выглядишь Ты тоже Спасибо А где все? В столовой А Мишка и Осев здесь? Здесь? Ну то есть он там уже Побежали А то не достанется ничего Прости О господи О господи Ну, мой брак, увы, оказался не счастливым и недолгим А ты химичка на самом деле А ты выглядишь вполне семейным человеком Я вдовец, Ира Прости, пожалуйста Я не знала Да ничего, я привык уже Семь лет прошло Живу с дочкой Надо же Я тоже Да Твоей сколько? Моей двадцать Алина зовут А моей Женьке двадцать три Учится в университете Мечтает быть флористом Вот так вот Ну, видишь как, твои гены передались Наверное Знаешь, только цветы не стали для меня профессией Я тоже закончила университет Работаю в области компьютерных технологий Так, ничего интересного Да я тоже технарь На севере работал в металлургии А здесь начальник отдела Ну, в довольно таки богатой компании Ты же хотел быть журналистом Работать в горячих точках Мечты, мечты А стихи пишешь? Нет У вас ребят не пели твою песню сегодня Что, серьезно? Да Я это давно бросил Знаешь, я стал самым обыкновенным человеком Ты знаешь, у меня такое чувство Как будто мы не расставались Да Все теперь Каждый, не каждый, а Ребята, раз в пять лет встречаться Самое то Кто за? Да Привет! Чао? Пойдемте мне домой! Чего отец и теща? Ну, прощайся! О, хорошо! Пока, пока! Чусь Народ, не расходимся А Гурьянов и Беспалова, как не расставались, да? Да Ребят, нет, ну кроме суток, вы классно смотритесь Горюнь, ты всегда был добрым парнем Ириш! Горю! Да! Через пять лет! Ты там живешь? Угу Провожу Да, помню Помню, как я тебя всегда провожал Дом этот красивый, помню Папа всю жизнь его строила до самой смерти А твои родители где? В Краснодарский край переехали У нас там родственники Пойдем Проходи О, слушай Цела оранжерея цвета Да, это наша Женька и гордость Это все Женька, я так в подмастерии Ладно, не приобиняйся Ты всегда цветы любила Ой Смотри, это Эри... Эриус Женька сама вывела Да Ир А ты обо мне вспоминала? Вспоминала Подожди Подожди Ничего нет? А знаешь, я ведь Не поверил, когда мне мама написала, что ты замуж уходишь Не поверил Ну, прости, прости, прости Как раз пыталась тебе написать И сегодня не решилась Понимаю Понимаю Я когда узнала, что ты из армии вернулся Хотела к тебе пойти, но как-то меня... Я боялась Еще мне так стыдно было А потом побежала А твоя мама мне говорит, все, на Байкал уехал с Вадим на путешествие Да Я Долго себе спутницу в жизни не искал Ну, где-то через месяц, после день, переженился Понятно Нет, жили мы хорошо Поля меня любила Очень Но только По-настоящему полюбить ее и не смог А у меня все совсем по-другому Сережа была Вышла замуж по большой любви Мы жили плохо, слишком разные Оказались все А, сейчас-то общаетесь? Сейчас почти друзья А когда разводились, я его убить была готова Все-таки странная штука жизни Кофе со сливками, как ты просил Класс Как я просил Да Тот? Тот Хорошо у тебя А дочь где? У жениха, у нее скоро свадьба Да, дети растут Да Слушай Может сходим куда-нибудь сегодня? Давай Ты чего? Что? Подожди Ой, этого еще не хватало Что случилось? Одевайся Что случилось-то? Дочка приехала Подожди, ты же сказал, она у жениха У жениха Мама, иди посмотри, какой папа классную машину купил Здрасте Привет 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 Здрасте Добрый день Знакомьтесь, Сергей мой одноклассник Женя моя дочь Сергей Папа Женя, мой бывший муж Вадим Сергей, очень приятно Все обратили внимание или только я Муж бывший, а одноклассник настоящий Очень смешно, Вадик Вадим Кофе кто-то будет? Я буду Мама, слушай, может пойдем в машину посмотрим, а? Да я видела, красивый дорогой автомобиль Простите, мне пора, я пойду, до свидания Сережа, я провожу тебя Не надо, не надо Ну, извини, я ж не знал Ты не предупредила Но готов искупить немедленно Мам, ну чего ты стоишь? Одевайся Да нет, папа, кофе хотел попить Да, Вадик? Поехали, съедим куда-нибудь Мам, ну как? Женька, Женька, ты как принцесса Ты будешь самая красивая невеста Спасибо, мам, ну знаешь Мне кажется, нужно еще что-то посмотреть Да Смотрите, смотрите, смотрите Мы можем еще вот так вот Вернитесь, так, оп Да, да А давайте мы посмотрим в какое-нибудь другое платье Так, пап, я тебя только немножечко тут подправлю Угу А то вчера я тебе стрижку сделала, а сфотографировать забыла Да А куда это пойдет? На мою страничку в интернет Да ты что, такое уже только клиентов напугивать Пап, да прекрати Ты у меня очень даже симпатичный мужчина Ага А с короткой стрижкой вообще не отрази А папа с кем это? А это по работе А, теперь давай фотографироваться Сейчас, сейчас, подожду Мамуля А ну посмотри, как тебе это? Ой Это не твой цвет Жень Ну сама посмотри Да ладно, может с фатой попробуем, а? Ну какого цвета будет фата? Нет, нет, нет Что, беленькая посмотреть? Давайте белые варианты посмотрим, да? Пап, я конечно рада, что ты улыбаешься Но мне нужно тебя сфотографировать Соберись Улыбка тянет просто на топ-менеджера холдинга Ну пап Опять по работе, да? Да, по работе Помолодел лет на двадцать Ага И теперь надо будет паспорт с собой носить, чтобы пил продавали Пап, а если у меня клиентов не будет? А мы возьмем в аренду салон Как это не будет клиентов? У самого лучшего парикмахера в мире не будет клиентов Только я стилист, папа Стилист, стилист, конечно стилист Стилист Смотрите, вот это просто шикарная модель Мы ее давно привезли из Милана По-моему, ну не знаю Мамуля, как тебе, а? Посмотрите, как красиво Мама Мам, ты с кем переписываешься? Ты мне поможешь? Очень красиво Да? Тебе так идет, и поясочек такой нежный С фатой красиво Смотрите, возьмите зеркал Фата необыкновенна Очень Как принцесса Самая красивая невеста Класс Мам, это плохая примета Жень, мы в приметы не верим А ерунда это все, поверьте моему опыту Вы знаете, мы берем это платье Тебе нравится, Жень? Да Скажи Красивое? Очень красивое, очень Ранка у Шанель небольшая, я ее смазал Температуру померил Пусть больше гуляет Спасибо, док, я все поняла Олеш Да Я понимаю, это глупо, но Это разбитое зеркало Оно никак из головы не выходит Женя, я тебя не узнаю Так, а ну посмотри на меня Ты меня любишь? Очень А я без тебя вообще жить не могу Ну что с нами может случиться? Ой, ты хороший Кстати, я вспомнил А ты помнишь, мы вот здесь на этом месте шпроты ели? Да Твоя мама их берегла до какого-то праздника Да, и не заберегла Слушай, мне тогда так попало Ну ты ж честный, ты ж вряд ли не умеешь Да Сережа, это были самые вкусные шпроты в моей жизни Серьезно? Угу Так, у меня сюрприз на тебя Пойдем, пойдем, пойдем 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 Давай, давай, давай Вот Нормально, нормально Пойдемте, пойдемте Проходите, садитесь Сюрприз Та-дам Те самые? Ну практически Я думаю вкусней Открываю? Открываю Открывай Да это я? Ну да Таким не могу, давай ты Ну давай Так Подержи Как ты ловко Давай Ира Знаешь, я очень сильно тебя люблю И хочу, чтобы мы больше никогда не расставались Вот Ну я просто подумал, что настоящие кольца это как-то слишком пафосно будет и… Ну правильно Ты мне предложение что ли делаешь? Ну да Ты согласна? Прямо сейчас? Ну да Ну да Прости Из-за вини глупо как это приложилось Очень даже весело Извини Сереж, я так тебе благодарна Никогда не чувствовала себя такой счастливой Ты не обижайся Мы ведь тогда детьми были Конечно Что же? Сейчас изменились Вообще другие люди Ты меня не любишь? Я люблю тебя Мне надо просто Мне нужно время и я не могу так сразу Незапно Мам, вообще-то мне твой Сергей Он сразу понравился Ну не знаю Все сразу, быстро, так неожиданно Ты так не думаешь, Женя? Да нет, наоборот Тем более мы с Сергеем давно знакомы Ну да, он хороший, надежный такой Понимаешь, мы уже все взрослые люди У каждого своя жизнь была У тебя свадьба скоро Вот именно, мам Мам Мы с Олегом После свадьбы Решили квартиру снять Ну зачем квартиру? Мы так решили А Поэтому получается, что Ты остаешься в этом доме одна Ну ничего хорошего Не знаю Соглашайся Ничего ты теряешь Наверное Как все боюсь разочарования Угу Откажешь Сергею сейчас Потом всю жизнь жалеть будешь Я серьезно, мам Привет 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 Извини, что опоздал Почему не звонишь всю неделю? Да у нас На работе аврал Конец квартала, заживаемся Угу Все неделю? Ну да Сережа, я волновалась У тебя правда все в порядке? Ну да, как видишь жив-здоров Ясно Обиделся Да нет, почему Ир, мне просто показалось, что Ты мне нужна намного больше, чем я тебе А на всякие интрижки У меня нет времени и желаний Прости за откровенность Я не знаю, что из этого получится Я очень боюсь тебя потерять Ну, прости Вот видишь, Венечка Нас с тобой бросают Потому что какая-то чужая баба ему дороже родной дочери Во-первых, не баба А женщина, которую я люблю А во-вторых Венечка, передай, пожалуйста, своей хозяйке Что никто вас не бросает А предлагает наоборот Вместе, всем вместе Переехать к Ирине Еще чего? Чтобы кто-то диктовал нам свои правила? Алин, ну послушай, ну Дочка Ирины, она всего на три года старше тебя Она замечательная девушка Вы подружитесь И она цветами вот увлекается Как трогательно Мы с Венечкой сейчас расплачемся Венечка, ну хоть ты ему скажи Что дважды во дворях мне входит Меня-то он не слушает Алин Ну я тебя прошу, пожалуйста Ну поехали, а Ну там действительно все будут тебе очень рады А ты же всегда хотела жить в доме А там замечательный дом В своем доме я хотела жить, пап А не в чужом В общем так Если ты сейчас уезжаешь Ты мне больше не отец Стой Стой Продуктов я тебе закупил на неделю С голоду не умрешь А почему ты один? Это тебе Спасибо А это тебе Спасибо Думал уговорю, но не уговорил А мы для Алины комнату приготовили Женька там все переставила Слушай, ну Уперлась И ни в какую На что мы ее связываешь Простите, мне Олег звонит Проходи Расстрелился ТЕЛЕФ Алло Добрый день, Алина? Да, я вас слушаю Здравствуйте, меня зовут Роман Я звоню по объявлению на вашей страничке Хорошо, хорошо По поводу услуг парикмахера-стилистов А, так вы по поводу стрижки? Да, я хотел постричься Хорошо Значит я правильно позвонил Когда вы хотите? Ну мне удобно во второй половине дня В любое удобное для вас время Тогда давайте в четыре часа Перово двадцать четыре, квартира семь Договорились Венечка Ты уже маму свою сожгался В общем, девчонки Вы знаете, я очень рад, что мы вместе Да И давайте выпьем за то, чтобы Прожить эту жизнь Долго И Интересно В общем Я бы так сказал За сбытие мечт Ну я в общем не сериал в тостах И Ну ты знаешь Главное душе Да Да Ну за вас За нас Ну за нас А чем Алина ваша занимается? Алина Она Спасибо Парикмахер Стилист Здорово Закончила какие-то курсы модные И теперь работает А может она мне какую-то прическу посоветует На свадьбу? Конечно Конечно Ну а если подружки, то только посоветуют Да все Алло Да, Олешка, я уже иду Олег уже возле дома Ну так приглашай Да Познакомимся Стол накрыт Ну как-нибудь в другой раз, хорошо? И я сегодня у него останусь, хорошо? Ты из-за нас Жень Мам Я знаю, что ты поступила бы точно так же Ну вот видишь, уехала Хорошая у тебя дочь Красивая И деликатная Ир Где спать-то будем? В спальне Так надо кровать новую купить Купим Новая жизнь, новая спальня Оль Простите, дайте телефон Пожалуйста Да Не пробовал Что? Я понял, 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 еду, выезжаю Господи Что случилось? Соседка звонит, чтобы неразборчиво говорить Там вроде бы пожар в квартире Я с тобой, бабушки, боже мой Подожди Зачем ты-то едешь? Тебе-то зачем? Я ж не могу остаться дома Включи забор Поехали на моей А? Поехали 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 Вы здесь, у меня ребёнок! У меня точно! Это я вызвала, по правду! С ним у него не помню! Какой, успокойтесь! Молчила сюда, нельзя, здесь! Мать, это моя квартира, там дочь! Там моя дочь! Ой, а знали ли-то так всё? Да я совсем недавно отремонтировала всю квартиру! Вы хоть представляете, что это такое, а? Интересно, у кого-то тут пожар? Да. Едилась и запылилась! Ты хоть понимаешь, что там натворила, а? Всё, всё, чуть ли сгорело! Свои слова... Опа, там же венечка! Да жив, здоров, твоя венечка, только вот кухня выгорела чуть-чуть! Теперь будешь сама ремонтировать мне всю квартиру! Электропроводка только одна! Чего стоит? Ты хоть представляешь, что ты наделала? Уважаемая соседка, а пойдёмте, вы покажете, что там у вас на вашей кухне. Я владелец строительной компанией, которая занимается ещё ремонтами квартиры. Хорошо, я вам сейчас всё покажу! И весь фронт работы, который нужно будет сделать, пожалуйста! Пойдёмте! Завтра у вас будет бригада... Что вы любите? Всё мы сделаем! А это, собственно, кто? А это кто? О, простите, я вас не познакомила. Это Ирина. Познакомитесь, это моя дочь, Алина. Да. Здравствуйте, Ирина, очень приятно. Давайте поедем ко мне, наверное. А мне неприятно. И домой ночевать не приеду. А буду у подруги. Алина! Алина! Не столько говорится о вашей дочери, я не позабочусь. Слушайте, вы, собственно, кто? Извините, нас не представили. Я Роман. Я новый друг Алины. Пойдём, Роман. Алина! Здравствуйте. Позвони мне, я буду ждать. Я поеду, наверное. А? Поеду. Ну да. Послушай, давай, я тут разберусь и приеду. Пойдём тебе пропожжу. Не пропожай, я сама дойду. А это и есть твой знаменитый вориус? Да. Мама говорила, ты сама его вывела? Да. Я скрестила два растения. Знаете, одно цветёт круглый год такими большими синими цветами, а второе вообще никогда не цветёт. Ну и в кого пошёл вориус? Ну я ещё не знаю. Но если на нём появится хоть один маленький цветочек, я буду считать это своим самым большим достижением. Присмотри вориус. Не подведи свою хозяйку. Алло. Да, Никит, я уже бегу. Всё, давай. Сергей, простите, мне к Никите бежать нужно. Это мальчик, который живёт рядом. Я с ним уроки делаю, со школы забираю. Ну, говори. Ой, простите, а вы можете полить цветы? Это что, за честь? Вот, смотрите, это вода специальная. Да. Вы только много, пожалуйста, не наливайте, ну так, чтобы почва была чуть-чуть влажная. Да. Спасибо. До вечера. Постараюсь оправдать твоё доверие. Промах! Промах! Опять промазала. А вот теперь смотри. Дискульт, привет. Папа, а Женька мне десять один проигрывает. Ну, во-первых, не Женька, а Женя, а во-вторых, я думаю, что Евгения просто тебе поддаётся. Да, если бы там. Ну-ка, они лёгкие. Ух ты. Класс. Уже просто сверху-то. Хоп. Вот. Ты в школе физкультуры преподавал? Кроме математики. А за Женькой жених переехал. Всем привет. Извините, а вы не против, если я уже пойду? Ну да, конечно. Тогда до завтра. Никитка, до завтра. Папа, давай кидай. Давай кидай. Привет. Привет. Представляешь, почти в сухой продулы. Пойдём. О чём задумался Олеша? Скажи, а ты очень дрожишь всей этой работой, Владимир? Ну, странный вопрос. Почему странный? У тебя скоро диплом на нас? Да. А вообще-то я, мужчина, и сам могу заработать на свадьбе. Олешка, ты что, ревнуешь? А знаешь, мне это даже не нравится. Помнишь наш уговор? Ничего друг от друга не скрывать. И во всём доверять друг другу. Вот. Слушай, я не знала, что ты такой ревнивец. Просто я очень боюсь тебя потерять. А куда это мы приехали? Ну, сюрприз — моё второе имя. Я тебе разве не говорил? Не говорил. Нравится? Тогда теперь смотри сюда. А по какому поводу банкет? Прошу сюда, королева. Спасибо. У меня никогда не было такого романтического свидания. Так. Сейчас в шестнадцать сорок девять. Осталось три секунды. Три секунды осталось до чего? Всё. Неделю назад, ровно в шестнадцать пятьдесят, я зашёл на твою страничку и прочитал объявление. Предлагаю это событие отметить. Давай. Хочу, чтобы твои глаза всегда оставались такими. Какими такими? Удивлёнными и счастливыми. А я хотела сказать тебе спасибо. За что? За ремонт в квартире соседа. А-а-а. А ты правда владеешь ремонтной компанией? Ну, да чем я только не владею? Ну, я бы всё отдал за один поцелуй. Ореус, миленький ты мой. Любимый мой. Ты мой самый-самый-самый лучший. Так, слушай, я уже начинаю ревновать. Не прекрати. Ты вообще ничего не понимаешь. Ему нужен свежий воздух. Между прочим, это он нам подарок на свадьбу сделал. Ой, спасибо тебе, Ореус. Как для растения ты фантастически щедр. Олешка, а ты Фома неверующая. И между прочим, ты проиграл. Слушай, в твоих руках и швабра розами зацветёт. Я ни секунды не сомневался. И зачем же тогда спорил? Просто хотел выполнить твоё желание. Ну, тогда выполняй. А чего ты хочешь? Ещё одно растение? Нет, не угадал. Я тогда не знаю. Поцелуй меня. Что, до свадьбы? Быстро. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Серёжа. Знаешь, я так счастлива, что мне даже как-то немножко неловко. Перед кем тебе неловко-то? Ну, вот, например, перед коллегами на работе. Ловлю себя на мысли, что всё время улыбаюсь. Ну, да, действительно, улыбаешься. Ну, так глупо, ничего не могу с собой поделать. Есть один способ избавиться от глупой улыбки. Какой? Не. Давай, 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 давай. Давай, давай. Давай, давай. Здрасте. Нам нужна эта кровать. Срочно. Боюсь вас расстроить, но это займет какое-то время. Мы подождем. Да. Здравствуйте. Привет. А ты Алина? А ты Женя. Ну, заходи. Давай, я тебе помогу. Давай. Пойдём. Пойдём. Ну, вот. Абонент не обслуживается. А сказал, что уедет на три дня, потому что проблемы какие-то в бизнесе. А сколько уже прошло? Две недели. Алина, а может он тебя бросил? Так глупости какие ты говоришь. Таких как я не бросают. Ну, а адрес того романа знаешь? Даже фамилии его не знаю. Слушай, да как же так? А вот так. Представляешь, так бывает. С ним было так хорошо, Женя. Алиночка, я очень рада, что ты приехала. Так что давай пей свой чай, угощайся печеньками и пойдём устраиваться в комнату. Слушай, ну чай и печеньки-то, конечно, хорошо, но... Ну, может есть что-то покрепче? Я говорю, успокоить надо. Конечно, я сейчас принесу. И мороженого так хочется. А, так я сейчас схожу с Бекой и куплю. Магазит совсем близко, а ты пока у меня всё угощайся наливкой. Ой, слушай, так неудобно. Давай я... Слушай, брось. Мне совсем не трудно. Ну что, Венечка, как тебе наше новое жилище? Не люкс в Хилтоне, конечно. Вот так. Миленько. Здрасте. Здрасте. Новозеландский какарик, да? В породах разбираетесь? Я Олег. Алина. Вы знаете, он очень любит свежие овощи и фрукты. Особенно морковь и яблоко ему давайте. Вы что, диетолог для попугайчиков? Нет, я ветеринар. В зоопарке работаю. О, я вижу, вы уже познакомились. Да. Пойдёмте мороженое кушать. Пойдёмте. Пойдёмте. Пока. Осторожно! Куда уже? Смотри, собью. Отличная была идея не давать ей велосипед. Алинка, догоняй! Да я вас сейчас на этом танке выделаю! Я быстрее! Ребята, у меня тормоза отказали! Ребята, у меня тормоза отказали! Скорей, я покрывалку взяла. Что? Что? Как тебе? Красивая? Ну, что-то он какой-то невесёленький. Вот смотри. Невесёленький. Вот и я купил отличное покрывало. Чистый шёлк, китайское, весёленькое. Что за гадость, а? Так думал тебе. Что тебе не понравилось? Ты обиделась что-то? Я же пошутила. Два часа выбирала, покрывала. Так говоришь, не весёленький. А я три часа выбирала. Смотри. Так, что это такое, а? В чём дело? Вот тебе. Так, в чём дело? Это моё. Я не понял. Так, в чём дело? Я тебя сейчас с этим весёленьким своим. Знаешь, что я с этим делал с тобой, а? Я тебя выбирала, дорогой из одеяла. Пап? Мам? Алина, привет. Да, у вас тут весело. А мы гулять ходили. Ага. Здорово. А я теперь с вами жить буду. Не прогоните? Да нет. Нет. Слушай, ты вещей набрала, как на свадебное путешествие. Ну, а как? Что, мне в одном платье сниматься? А куда это вы такие красивые? Мы на фотосессию перед свадьбой. Слушайте, здорово. Давайте я с вами поеду. Алина, понимаешь, ты прости, но мы хотели побыть наедине. Да не переживай за нас. У нас знакомый фотограф, профессионал. На этом деле собаку съел. Ну, если собаку. Так предложила, просто спасибо тебе, Алинька. До вечера. Все. Все, пока-пока. До вечера. Не взяли нас с тобой, Венечка. Будем дальше грустить. Тебе кто разрешал? Немедленно сними. Я просто померила. Жалко, да? Надевать чужое свадебное платье — это плохая примета. Глупость. Немедленно сняла и повесила на место. А фасончик, кстати, вчерашка. Ты его где? На стоке покупала? Алина, пожалуйста, не заходи в мою комнату без разрешения. Ну что? Ничего, пыталась поговорить. Не пустила. Плачет. Плачет. Как она могла-то вообще? Все девочки мечтают о свадьбе, о фате белом платье, всякое такое. Женька моя тоже палку взякнула. Что делать-то, а? Давай я пойду поговорю с ней. Не-не-не-не. Не надо. Не надо. Слушай, а может съездим куда-нибудь четвером, а? Слушай, ты гений. Ну? Давай, выходные. Выходные. Там помериться, правильно? А куда? А куда? Да. Можно на озеро? Точно. На озеро. На озеро. Угу. Женечка, прости. Я не должна была мерить твое свадебное платье. Ладно, проехали. Я тоже еще мастер мог слонов превращать. Это значит мир? Мир. Слушай, Алина, что платье правда вчерашка? Не правда. Платье просто очаровательное. У тебя замечательный вкус. Сейчас. Слушай, у тебя есть к платью туфли? Ой, нет. Ты знаешь, я все ищу, ищу, и ничего подходящего не могу найти. Тогда... Вот. Я на днях купила обалденные туфли. У тебя ведь тоже тридцать седьмой размер? Ну, да. Они просто очаровательно подойдут к этому платью. Ух ты. Это мне? Я их еще ни разу не надевала. Умери, давай. Алинка, спасибо тебе большое. Слушай, Олег, он вообще ничего не разбирается. Представляешь, он хочет ехать в ЗАГС на своей машине. А я хочу все-таки на лимузине, чтобы красиво было. Правильно? А еще, Алина, мне нужна твоя помощь. Мне нужен будет букет свадебный. Сереж, как тебе платье? Отлично. А вы Алину уже разбудили? Да. Да. Да, с трудом, но разбудил. У него подруги вчера день рождения был. Погуляли. Так, ты взяла и фрукты, и вино? Вино взяла, и фрукты взяла. А вы что, уже собрались? Да, все, кроме тебя. Алина, умываться. Быстро тебя все ждут. Быстро. Сереж, слушай, я там удочки нашла папины. Посмотри, на кухню. Да, может поймаем что-нибудь на счастье. Да. Ребята, у меня купальника-то нет. Алина, ну ничего страшного. У меня их два. Вот, на. Держи, посмотри. Я цветы забыла полить. Так. Этот вроде ничего. Да, хорошо? Вот этот вроде ничего. Там дискотеки вечером бывают. Возьмите что-нибудь нарядное. Мама, а ты Ориуса не видела? Нет, даже не прикасалась. Алина, а ты? Этот, который на кактус был похож, да? Да, да. Так я его вчера подруге подарила. Он ей вообще не понравился. Алина, да как ты могла? Да что сразу орать? Подарю я тебе другой. Напишешь название, вот все. Нет такого другого-то второго. Женька сама его вывела, Алина. Я никуда с вами не еду. Что случилось? А? Знаешь, Алина, ну ладно. Женя! Жень! Извините. Началось с утра пораньше. Половил рыбку. Ну хочешь, я поеду заберу этот цветок? Да ну нет, не надо. Сережа, так никто не делает. Женьку просто жалко. Ну прости, что так вышло. Хотели дочку помирить. Женька ничего не вышло. Не сработал твой план выходного дня. Да. Красиво. Угу. Привет. Я думала, ты с родителями поехала. Не уехала. Держи свое сокровище. Ориус! Я его у подруги отжала. А я ей пальмы подарила. Которой, кстати, больше понравилось. Прикинь. Спасибо тебе большое, Алиин. Женька, ну я правда не знала, что он такой дико ценный. Долго еще? Ну все, Никитос. Зацени. Ух ты, как круто! Сейчас фотик принесу. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. А я Алина. Сводная сестра Жени. А, очень приятно. А что с Женей? А ей экзамен перенесли. Она не смогла к вам дозвониться и вот попросила меня. Понятно. А уроки? Вы не беспокойтесь, все уроки мы сделали и даже стих выучили. Никита! Ага. Ага. Пап, смотри, какую мне прикольную прическу Алина сделала. Да, уж прикольную. А может, я с ней в школу пойду? Нет, сынок, в школу мы с обычной прической пойдем. Сколько я вам должен взять произведение искусства? Не беспокойтесь, это подарок. Понятно. Идем делать крутой селфи. А я, между прочим, окончила самые престижные курсы стилистов. Так что, если надумаете сменить имидж или, может, ваша жена захочет сделать укладку? Жены нет, есть стилист, у которого стягусь уже много лет. Храните ему верность. У меня тоже много постоянных клиентов. Так что, может, дадите мне шанс? Хорошо, буду иметь в виду. Спасибо. До свидания. До свидания. О, Женька, привет. Привет, Алинка. Как дела? Как экзамены? Хорошо, на пять. А ты как? Лучше всех. Ты, наверное, устала сегодня? Слушай, Алиночка, я деньги тебе за этот день обязательно отдам. Да прекрати. Правда, спасибо тебе огромное. Ты меня так выручила. Мне даже понравилось. Слушай, Женька, а ты не могла бы мне об этом Владимире рассказать? Просто странно, что такой статный, красивый мужчина и одинок. Ну, знаешь, я с ним на личную тему никогда не говорила. Но Никита мне как-то бросилась, коль что мама их бросила. Ясно. Женя, слушай, а ты могла бы мне это место уступить? С какого-то перепуга, интересно. Ну, ты понимаешь, этот Владимир, он мне понравился. И что, и поэтому я должна лишиться работы? Жень, ну пожалуйста, ну ты замуж выходишь, у тебя Олег есть. Я вот вообще одна. Или, может, свой дом, или вообще дом целый. Я у тебя вообще ничего не делаю. Так. А по-твоему, люди, которые не бегают тут же исполняют твои желания, они сразу ненормальные, да? Получается так. Девчонки, а что случилось? Ничего не случилось. Все хорошо, папа. Жень, а что объяснишь? Ну а что тут объяснять? Ничего не случилось. Вам очень пойдут эти прятки. Вы так думаете? Потому что у вас холодный теплица. Алина, прости, можно тебя на минутку? Извините. Ну, говори быстрее. Я окрашу меня. А у меня занятия в институте. Я бы хотела позавтракать. Ой, извини. Ну, давайте быстрее бутерброд сделаю. Нет, спасибо. Я как-то обойдусь. Слушай, Алина, вбредь, пожалуйста, не занимай кухней и другие места общественного пользования. Ну и где прикажешь мне клиентов тогда принимать? Ну, например, у тебя в комнате. Ну, там не развернуться. И вообще-то это ваша соседка. Слушай, ну, значит, сама ходи к своим клиентам. А еще лучше устройся в салоне, работай, как все нормальные люди. Как я раньше без твоих советов жила? Хорошего дня. Держите. Хорошо. Ир, ты меня прости, конечно, но так тоже нельзя. Женя всячески подчеркивает, что это ее территория. Ну, хорошо, я поговорю с ней. Только если хочешь знать, я тоже против стрижек на кухне. Хотя бы из соображений гигиены. Алина. Алин, в пивно с нами пойдешь? Не пойду. Не хочу никому мешать. Ну, как знаешь. Венечка, ты мне друг? А ты знаешь, что друзья должны друг другу помогать? Ничего, Сереж, я думаю, они еще привыкнут друг другу. Плохо, что они нас в свои конфликты втягивают. Давай не втягиваться. Давай. Пускай делают, что хотят. Вообще-то они взрослые девочки, сами разберутся. Правильно. Ну, как он? В порядке. Ну, никаких отклонений я не нашел. А ты меня успокоил. Это представляешь, беру его поиграть, а он весь такой вялый. Это сейчас разыгрался. Не знаю, воду ему чаще меняй. А вообще они очень любят купаться. Ты ему знаешь, что сделай? Бассейн вот где-нибудь вот здесь. Он будет счастлив. Хорошо. Ой, спасибо тебе, Олежек. Ты, конечно, прости за ложную тревогу. Я такая паникерша. Да ничего страшного. Было бы хуже, если бы он действительно болел. Ну да. А вообще, скучно ему. В каком смысле? Пара ему надо. Ну, что ты меня так пугаешь? А может, чайку? Давай. Ты какой больше любишь? Черный. Ну, тогда пошли. Все, не болей. Удивляюсь я тебе, Олежка. Позволил своей Женечке работать у одинокого, красивого мужчины. Еще и богатого. Сам себе удивляюсь. То есть, у вас свободные отношения? Ты о чем? Роман у них с этим мужчиной. С чего ты взяла? Влюбленным, знаешь ли, трудно скрывать свои чувства. И что ты видела? Пока я стригла Никиту. А не с этим мужчиной в другой комнате. Ты понимаешь? Ну, ворковали. А слух-то у меня хороший. Потом он провожал ее до калитки и говорит, я в ресторанчике там столик забронировал. Ну, все такое. А она? Ну, а что она? Она дома почти не ночует. И сегодня, скорее всего, не будет. Вот где она сейчас? Никиту в театр повела. Серьезно? А спектакль-то давно закончился. Да погоди ты дергаться. Это у них семейное. Ее мать практически перед свадьбой с моим отцом тоже за другого выскочила. А что, Женечка не говорил? Спасибо за чай. Папа, я есть хочу. Иди чайник ставь. Мы после спектакля в кафе зашли и он мороженое попросил. Ну, у меня переговоры, я немножко подзадержался, так что хорошо, что так все получилось. Пойдемте. Владимир Анатольевич, вы простите, я хочу вам кое-что сказать. Что-то случилось? Понимаете, нам с ребятами из группы предложили новую работу. Подождите, вы что, уходите от нас? Понимаете, это работа по специальности. Деньги неплохие предлагает. А у меня скоро свадьба. Да я знаю. Но, честно говоря, мне очень жаль, потому что с вами я был спокоен за Никиту. Вы простите меня, я… А Никита знает? Мы пойдем чайку попьем и с кашей сегодня. Да, хорошо. Женя, стой! А ты куда? Мы же договорились. Ты давно должна быть дома. И правда, знаете, давайте лучше к вам завтра зайду. Ну, если вам нужно идти, конечно, приходите завтра и все решим. Ну, а вдруг передумайте. До свидания. И вам не хворо. Олег, что за тон? Ну, подумаешь, я с ребенком задержалась. Прости, я что, планы нарушил? Извини, я просто хотел убедиться, я думал, твоя сестра врет. Так, говори. Говори, что тебе сказала Алина. Так вот только не надо вот этого! Скажи честно. Что тебе сказать, Олег? Нашла партию получше, да? Ну, конечно, куда мне до этого Владимира? У меня нет такого дома, у меня нет этой машины! Слушай, прекрати! Что ты несешь? Ты вообще в своем уме? Ты меня про запас держала, да? Если с бизнесменом не срастется! Вот, значит, как ты обо мне думаешь? Да хватит ломать комедию! Пожалуйста! Хочешь жить с ним, оставайся! Мешать не будет! Олег! Алло, пап, ты дома? Я еду. Я закрою. Пап, понимаешь, самое обидное то, что не то, что она наговорила ему, это меня совсем не удивляет. А то, что он ей поверил, понимаешь? Поверил в этот бред! Женька, ну, что тебе сказать, так устроены люди. А по поводу Алины тоже придется ей терпеть. Придется терпеть, она твоя сводная сестра теперь. Я никого не просила себя сводить с ней. И тем более не собирайся терпеть эту Алину, пап! Ну... Все, все, чуть-чуть. Успокойся. Есть хочешь? Нет, спасибо. Не будешь? Нет. Тогда чаю. Пап, почему вы с мамой расстались? Из-за меня. Из-за дурака. Молодой был. Все думал. Опоздаю везде. Спешил, спешил, спешил и вот. В результате потерял самое дорогое. Вас с мамой. Семью потерял. А если бы у тебя был шанс все вернуть, ты бы им воспользовался? Думаю, да. Воспользовался бы, конечно. Только ведь это все фантазия. Фантазия, Женька. Пап, ну погоди. Ведь каждая фантазия рано или поздно становится реальностью. Просто нужно очень сильно этого захотеть. Опять не отвечает. Не волнуйся, так вернется она. Она сказала, ноги ее здесь не будет. Отвечает. Не может она видеть Алину. Что на этот раз? Не говорит. Майя тоже молчит. Как партизан. Не складывается нас ничего с тобой, Сережа. Счастливо оставаться. Алина, иди, я выгоню. Извини, что пошло. Извини, что пошло. Тихо, да. Счастливо. Попробуй. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я все сделала. Если я вам не нужна, может, я пойду домой? Да так, конечно. Спасибо. До завтра. До завтра. До свидания. До свидания. До свидания. Если не ошибаюсь, Алина? Алина. Я по поводу работы. Ваш сын позвонил и сказал, что Женя уволилась. Я взяла ваш номер телефона, но к вам не дозвониться, потому вот пришла. А как же ваша основная работа, клиенты? Я буду как-то совмещать. Женя же совмещала. Я смогу. Алина, знаете, дело в том, что я уже договорился с женщиной-педагогом, и сегодня вечером мы с ней встречаемся. Не хочу тетку-педагога. Пусть Алина будет. Ты что, послушал? Ну, она классная и стрижет прикольно. А тем более, она Женькина сестра. Все аргументы или что-то еще? Есть еще. Она мне с первого взгляда понравилась. Ну, если с первого взгляда, вы когда сможете приступить? Есть. Хоть завтра. Иди, дом показывай. Знаю твоего отца. Ну, конечно, с тобой удобнее. Теперь все на тебе будет. И стирка, и готовка, и уборка. Страшная лентя. Я всегда таким был. Да нет же, мам. Ну, ты как о другом человеке говоришь. Я дома у него вообще ничего не делаю. Он все сам. Ну, я не знаю. Я не думаю, что человек может так измениться. Может. Папа стал совершенно другим. Он, кстати, постоянно о тебе вспоминает. Рассказывает всякие истории с вашей жизнью. Мне кажется, он до сих пор тебя любит. Скоро тебе, Женька. Твой папа никогда не отличался по стоянству. Да? Ну, почему же он до сих пор таки не женится? Почему? Кому он такой лентяй нужен-то? Круто. Да. Да ничего это не круто. Да нудно. Ты не любишь кататься на поездах? Ненавижу. А я люблю. Представляешь, я даже одно время мечтала проводницей стать. Мне форма их нравилась. Отстой мне у них форма. Сам ты отстой. Столько разных судеб, пассажиры, разные истории, романтик. Представляешь, заходишь ты в вагон, а там сидит симпатичный молодой человек. И ты говоришь, молодой человек, вам чай или кофе? Крушение поезда! Никита, еще одно крушение поезда, и ты пойдешь решать задачу. Алина, можно вас на минутку? Алина, вы знаете, у меня сегодня очень важная встреча, и я боюсь, что я задержусь допоздна. Вы не могли бы с Никитой остаться? Хорошо, я побуду с ним, да. Спасибо. Если устанете, ложитесь спать. Не волнуйтесь, но вот только этот галстук, он сюда не идет. Да? Сейчас в моде диссонанс, вот что-то поярче. Может, что-нибудь посоветуете? Другое дело. Да? Добрый день. Давай. 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 Привет. Привет. Рад тебя видеть. А, работаешь здесь? Да. Ну да. Понятно, почему Женька назначила здесь встречу. И что-то я ее не вижу. Она приболела. Неважно себя чувствуя. Позвонила бы мне. Могла бы мне позвонить. Ну, ладно. Увидимся в другой раз. Ира, Ира, подожди. Может быть, останешься и поужинаем? Здесь неплохая кухня. Ну, по старой памяти. Сядем вон за столик. Давай. Давай поужинаем. Никита! С днем рождения. Это подготовил Никита. Он очень старался. Он хотел подарить сам, но только что уснул. Я вообще не люблю свой день рождения. Нет, праздновать я люблю, а так не очень. Может, пройдем на кухню? Вас там ждет еще один сюрприз. Пойдемте. Действительно, Сюр Грис. Выглядит аппетитно. Этот торт я испекла специально для вас. Неужели сами? Сама. А вы должны загадать желание и задуть свечу. Ну, что, давайте пробовать? А вы не смотрите, я сейчас все уберу. Да не волнуйтесь, завтра Галина Петровна придет и все поможет. А... Присаживайтесь. Вы присаживайтесь. Одну минуту, я сейчас вернусь. Музыка Женька к свадьбе готовилась, платье покупала, вдруг они… Неожиданно с женихом поссорились. И за дочерью Сергея. Ну и мы тоже разругались. А могу я чем-нибудь быть полезен? Ну чем ты можешь быть полезен? Сможешь, помирю их. Помирю. Ладно, спасибо за ужин. Поеду. Подожди, подожди. У меня есть идея получше. Поехали к нам. Женька страшно обрагается. Там. Ну и поговорим. Поехали. Что-то не так? Такого оригинального шоколадного торта я точно не пробовал. Боже мой, это даже невозможно есть. А что у вас в шкафу в той зеленой банке? Морская соль. А написано сахар. Галина Петровна снова все перепутала. Правда, еще приятно. Ну давайте, может, все-таки выпьем. С днем рождения. Спасибо. Браво, папуль. Ты такой талантливый. Написал просто восхитительную композицию. О, спасибо, ребята. Спасибо за прекрасный вечер. Жень, проводи меня. Куда? Мам, ты что? Куда так рано? Оставайся. Как рано? Уже поздно. Не, мы тебя не отпускали. Мам, вот ты говоришь, папа лентяй, а он еще в оркестр устроился. Днем репетирует, а вечером бежит в ресторан. Машину купил. Жень, мужчина должен работать. Мужчина должен зарабатывать. Это нормально. Мам, скажи, а у тебя что, к папе совсем никаких чувств не осталось? Ну почему? Мы не чужие друг для друга, во-первых. У нас есть вот… Ну мы, понимаешь, как родственники, близкие. Мама, я о других чувствах. Ты мне лучше скажи, почему ты сегодня не пришла в ресторан? Ты чем таким серьезным заболела, а? Мам, ну что за вопросы? Вот, на, держи пижаму. И бегом тоже. Ты хитрюга. Бегом-бегом. Уже поздно. Папуль, я уже побегу, хорошо? Куда так рано? На работу, пап, на работу. Жень, а ты куда? Мам, опаздывай, все. Пока. Да. Даже не поел. Присаживайся. Она так у тебя всегда без завтрака убегает? Да нет, нет, почему-то только сегодня. Я не понимаю. Омлет? А, ты знаешь, я не завтракаю, кофейком. Прости, что в душ лезу. Скажи, вы с Сергеем действительно разбежались или так? Разбежались, не разбежались. Почему тебя это интересует? Видишь ли, ко мне сестра приезжает с семьей. Они с севера хотят, ну, пожить у меня. Это к этой новости у меня так долго и тщательно готовили. Ну, не совсем. Хотя тебя это тоже касается. Денег в долг дать? Не, не в деньгах дело. Деньги есть у них. Просто мне нужно съехать отсюда. Просто я не хочу им мешать и стеснять. И с мужем сестры я, в общем, не в ладах. Короче, могу ли я пожить у вас с Женькой какое-то время? Прости, пожалуйста, а ты не мог бы найти пару дней куда-нибудь уехать? Отдохнуть, например? Не думал об этом? Не думал, но не получается. Ну, в общем, никак. А не видишь, как снег на голову, без предупреждения. И провинциалы, одно слово. А по нас, а по нас, лови кошек, а не нас. А уже я здесь. А я тут. Поймала, Никитос. Вы не Никитос. Я не Никитос. А мы вот решили сделать перерыв, вот играем. Перерыв – это хорошо. А чем займётесь, кроме игры в порядке? Голубцы будем есть. Я приготовила голубцы, и Никтос сказал, что вы любите. Люблю. Но Галина Петровна с этим замечательно справляется. Да видела я, как она справляется. Побыстрее да попроще. А у меня знаете какой рецепт? Попробовать я старалась. Я тоже голубцов хочу. Ну, тогда пойдём мыть руки. А я пока разогрею. Как охмурить одиноко бизнесмена? Пошаговая инструкция. Интересно. Пункт первый – удивляйте, удивляйте. Еще раз – удивляйте. Пункт второй – возможно, вы не поверите, но бизнесмен тоже мужчины. Орхидеи. Орхидеи очень популярные. Что ты говоришь? Орхидеи. Орхидеи очень популярные. А ты можешь рассказать, что можно сделать отдельные музыки, да? Хороший день. Ну, слушай, классно. Я думала, что-то про ляда. Лианна, ну користью наверху. Слушайте, а пойдемте сейчас в кафе, а? Здесь совсем близко. А покажешь я? Да. Пойдем. Буквально вот сюда, туда? Да, буквально вот здесь. Да? Папа! Ты где? Здесь. Привет. А что это ты в сухомятку? Тебе нормально поесть надо. Я принесла. Угу. Спасибо. Слушай, а который час? Ну вот, как раз твой любимый футбол начинается. Давай включим? Алина, я тишины хочу. А я суп вкусный принесла. Будешь? Спасибо, я поел. Пап. Может тебе отпуск взять? Поехать куда-нибудь? Развлечься. Отвлечься. Познакомиться с кем-нибудь. Алина, будь другом. Оставь меня в покое, пожалуйста, а? День рождения. Субтитры делал DimaTorzok Ничего. Просто зашел пожелать тебе спокойной ночи. Спокойной ночи? Спокойной ночи. Вадик, не на дах. Ну, перестань. Ну, что? У меня нет ни единого шанса. Ни одного, ни одного, ни одного, ни одного. Ты совсем обнаглел. Я пустила тебя пожить, пока там эти твои родственники в квартире. Я согласилась. Слухи люди. Ты не можешь не чувствовать, что меня к тебе тянет. Мы взрослые люди. Мы не чужие друг к другу. Замечательно. Представь себе, как будет счастливо, Женька, если мы снова станем семьей. Ну, перестань. Мы перестанем спокулировать ребенком. Локи, убери. Ну, прекрати. Все. Хватит. Уходи. Я спать. Хватит. Давай-давай-давай. Шарфик верни. Да ну, иди уже. Никитка, ну, сколько можно? Второй раз я даю ту же самую ошибку. Поставь здесь запятую. Умничка. А теперь дальше пиши. Да, Гафонов. Нет, мне приятно, что ты занимаешься моей личной жизнью. Хочешь меня сосватывать все время. Но нет. Блондинки – это не мой фасон. Ну, не нравятся мне блондинки. Я люблю рыжих. Да. Высокие. На каблуках. Чтоб футбол любила. Завышенные требования у меня. Да-да-да. Или все, или ничего. Да. Чтоб футболом увлекалась. Шпильки. Шпильки – это просто великолепно. Женя, ты чем занята? Мне компьютер нужен. Э-э… Да, пожалуйста, забирай. Где твой? Я свой у папы забыла. Не в настроении? Мам. Ладно, не хочешь – не говори. Кстати, я забыла тебя спросить. Ты решила, в чебно-выпускной пойдешь? Слушай, ну, мне, в принципе, без разницы. Там у меня есть костюмчик бежевый, я вот в нём и пойду. Не выдумывай. Пойдём в магазин, купим что-нибудь красивое, платье или костюм, например. Ну, так нельзя выпускной всё-таки. Мам, спасибо тебе. Слушай, мам, ну, знаешь, я бы больше обрадовалась, если бы вы с папой помирились. Ну, да мы и не ссорились. Мам, ну, только не делай вид, что ты меня не понимаешь. Жень, у меня почта переполнена. Прости, мне работать надо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте. А вам кого? Здравствуйте. А вы, наверное, папина сестра? Сестра? Здравствуйте. У нас, извините, мы вот… Женька забыла у Вадима компьютер. Она могла бы его забрать? А, да. Пожалуйста, проходите. Угу. А вы… Нет-нет, я подожду здесь. Я вас где-то видела. Ну, да, конечно. Ну, на фотографии у Вадима. Только он мне сказал, что это вы его сестра. Да. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Да, спасибо. До свидания. Добрый день. Добрый. А Ира дома? А по какому, собственно, вопросу? Поговорить хотел. Ну, о чем говорить? У нас новая семья. Семья крепкая. Семья дружная. Так что… Понял. Увы. Увы. Привет. Надеюсь, голодные? Я тут мясо по рецепту нашего шеф-повара готовлю. Сядь, Вадик. Что-то случилось? Женя забыла, компьютер в твоей квартире. Там, у тебя. Понятно. Были у меня? Ира, я объясню тебе все. Ты решил поселить там свою подругу, сам пожить у нас? Ну, что ж, в твоем реперторе, я понимаю. Нет. Я квартиру сдал. Ты не представляешь, какое это счастье приходить сюда после работы, к тебе, к Женьке. Я понимаю, что это и не семья, а лишь иллюзия. Но все равно я счастлив. Я счастлив здесь. Зачем квартиру-то сдал? Из-за машины. Я в кредиты ее взял. Думал, потяну, а тут с дирижером ссора. И подработки я лишился. Тебе кредит выплачивать надо. И одно цеплялась за другое. Ну, мог бы сказать нам, Женькой. Ну, я боялся. Я не знал, как вы отреагируете. Ну, теперь вижу, как. Если ты так воспринимаешь все, то я могу и уйти. Подожди, Вадик. Ладно, поживи у нас, пока не найдешь себе жилье. Ну, Илья, я могу у себя в коморке пару дней перекантоваться, потом придумаю что-ли. Ну, а ты в коморке еще успеешь. Давай ужинать пойду, я Женьку позову. Да. Давай, идите. Извините, пожалуйста. Да. Я пришла вам сказать, что уроки мы уже сделали, и я его отпустила погулять во дворе. Ну, отлично. Пусть побегает воздухом, бадышет. Хорошо. А еще только что звонила учительница Никиты и сказала, что в четверг родительское собрание. Да, я знаю, она мне тоже позвонила, так что я съезжу. А я могу сходить за вас. А, не-не, спасибо, я успеваю. Это все? Я могу идти? Угу. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Аккуратненько, сейчас, сейчас, сейчас. Да, 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 конечно. Добрый вечер. Добрый вечер. Извините. Ну, давай, 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 давай. В тихо, тихо, тихо. В тихо! Стоя! Да. А-а-а. В тихо! А-а-а! О, привет! Привет, пап! Ой, подожди! Ты часом не заболела, а? Если любовь — это диагноз, твоя дочь неизлечимо больна. Так, будет новость. И кто же этот несчастный? Пока это секрет. Понятно. Но чувства-то хотя бы взаимные? Надеюсь. Очень это. Надеюсь. Да. Любовь — это прекрасно. Будь счастлива. Пап! А что-то ты так говоришь, будто прощаешься? Да я и правда прощаюсь. Сегодня заявление написал. Две недели отработаю и уеду. А как? Как-то ты уедешь? А куда? На север. Там хорошо, красиво. Зарплаты выше, чем у нас. А я? Ну, а что ты? Ты взрослая уже. Справишься. Это из-за этой? Из-за Ирины? Хватит, да? Если б не ты, мы с Ириной были бы вместе. Сомневаюсь. Чего долго она горевать будет? Алин. Ну, все-все-все-все. Успокойся. Успокойся. Жень, какое-то все повседневное здесь. Смотри, а есть ли вот это? Как тебе? Брюки? Подожди-ка, здесь двойка. В принципе, цвет твой. По мере? Да. На каблук, да-да. Ну, в общем, мне кажется, будет здорово. Нет-нет, хорошо. Ну, что? Ух! Ух ты! Хочу. Ну, значит, он твой. Тебе же идет, когда тебе что-то не шло. Ну, так, я на кассу, я платитель. Да. Пойду на кассу. Привет. Здравствуй, пап. Какими ветрами? Привет. В выпускной у Женьки мы вот платье покупаем. Я-то пойду примерить. Да? Да. Надо примерить. С примерки-то тоже. Привет. Привет. Здравствуйте. Вадик, а я уже знакома с твоей сестрой. Он мне столько о вас рассказывал. Это Калерия. Она певица, поет. Понятно. Вы певица, я сестра. Племянница. Можно тебе на это слово? Я пойду, Вадик, так я уже все… Я все понял. Мамуль, а можно зайти? Ну, как тебе костюмчик? Ты бы еще позже объявился. Прости, королева. Были проблемы с бизнесом. Серьезные. Пришлось залечь на дно. Но я безумно соскучился. Где встретимся? А я не считаю, что нам с тобой нужно видеться. Ну, я виноват. Я искуплю. Ты же меня знаешь. А дело не в этом, Роман. Просто я влюбилась. Первый раз в жизни. Понимаешь? А с тобой у меня было что-то другое. Не любовь. Я это только сейчас поняла. Ну, любовь-то святая. Мешать не буду. Ну, хоть посмотреть на тебя можно. Последний раз. Ну, раз последний? Ладно. Алина, у меня к вам огромная просьба. Вручайте, пожалуйста. Да, помогу. Что нужно делать? Мне нужно уехать по работе на несколько дней, а Никиту несколько местами. Поезжайте спокойно. У нас все будет хорошо, да. Здорово. Спасибо. А вот вам тогда деньги на расходы и ключи от дома. Я просто после работы сразу в аэропорт. Я бы вас подождать. Спасибо. Мам, это я во всем виновата. В чем ты виновата? Понимаешь, он так искренне говорил. Как хочется с нами всю жизнь прожить. Втроем, счастливо. Угу. Да? Да. Понимаешь, он сказал, что все сделать для того, чтобы снова тебя завоевать. Жень, ну, так очень удобно. Понимаешь, здесь жена, там подруга. Все продумано. Мам, понимаешь, ну я тоже этого хотела. Никита, не спеши. Может, ее нельзя пить. Я пить хочу. Я куплю тебе сейчас водичку. Привет, королева. Отлично выглядишь. Привет. Спасибо. Познакомьтесь, это Никита. Привет, Никита. Никита. Я Роман. Братишка? Нет, я теперь няней работаю. Ух ты. Повезло ему. Почему у меня в детстве не было такой няни? Потому что она моя, ты меня понял? Так ничего себе, я уже даже ревную. Рома, я тебе же все сказала. Понятно, пылкая встреча отменяется. Слушай, Алина, а может отправим пацана домой и устроим прощальную уже наездку? А можно ягодку съесть? Нельзя, Никита. Королева же не против? Против. Мы с Никитой остались одни. Отец уехал, я должна за ним присматривать. Никита, куда? Утонешь! Одни. Горе ты моя, Луковая. Может, еще прогуляемся? Никит, если уговоришь свою прекрасную няню еще погулять, получишь мороженое. А какое? Любое, какое захочешь. Я согласен! Пойдем! Ну, пошли! Пойдем! Я возьму. Алина! Просыпайся! Алина! Алина! Никита, ты чего? Там внизу кто-то ходит. Я в это посмотрю. Хочешь сидеть? Тихо. Я в это посмотрю. Хочешь сидеть? Тихо. 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 Ну, ты сволочь. Я звоню в полицию. Вот, значит, какой у тебя бизнес, да? Тихо. Не надо болеть! Ты не трогай ты меня, не трогай. Я сказала. Не трогай. Не трогай. Больно! Свет. Не трогай. Не трогай. Не трогай. Не трогай! А-а-а! Алло, слушай, Никита? Ну ты почему ещё не спишь? В смысле? Слушай, я сейчас еду. Вот я тебе планшет принесла. Новую фотографию загрузила, посмотришь потом. А Романатова по горячим следам нашли. Ты в курсе? Да, ко мне следователь приходил. Женечка, ты прости меня. Я ведь только как сама влюбилась. Осознала, какую боль вам с Олегом причинила. Ну что ты? И нашим родителям. Ну, насчёт родителей я не согласна. Знаешь, мы тут обе постарались. Ну, чего ты? Слезами нашей беде не поможешь. А если не слезами? Ну, надо подумать. Думать нужно быстрее. Потому что мой отец вздумал уезжать. И он только ради меня остался. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, папа. Заходи. Ну, чего? Нормально всё? Да. Как ты? Привет. Привет. Алиночка, я уже пойду, хорошо? Ты выстроишься. Да, посиди, пожалуйста. Подожди. Жень. Прости меня, пожалуйста. Привет. Привет. Зачем я согласилась на эти эксперименты с квестами, картами, дорогами? Я сейчас посидела в ресторане, пила шампанское. Ну, просто мы с Володей хотели, чтобы всё было как-то необычнее. Интересно. Мы точно туда пришли? Да. Да, это здесь. Никита, посмотри там. Подожди, иди сюда. Здесь нету. Вот она. Вот, да, точно. Соединить теперь, да? Три. А где я там ещё? Ага, вот мы, мы вот здесь. А где вторая половина? Видимо, у Володи это. Слушай, Алина, если Володя не приедет, на святую венчань мы можем опоздать. Паника и недоверие, мои дорогие, это главные враги сюрпризы. А вот Джон. Всем привет. А теперь, внимание, сюрприз. Папа, у тебя у меня есть карты. Олег, помоги. Привет. Привет. Это тебе. Как я рада, что ты не уехала. Ир, я не могу без тебя. Походи за меня. А велосипед зачем? Таковы условия игры. Серёж, ну давай договоримся, если всё-таки мы доживём до нашей свадьбы, оно будет самой предсказуемой. Так, молодожёны, давайте пить шампанское, поехали. Ирочка, познакомьтесь. Это мой Владимир. Извините. Ну? Горько. 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 Никита, выболтай вперёд. Давай, 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 давай. Вгоняй. Давай, 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 давай. Вгоняй! Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова